Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Вы слышите голос Лилии Кометы Фоминой. Сегодня вторник, и время уже несколько перевалило за 22 часа по московскому времени. Да, немножко задержались. Ну и сегодня по расписанию вроде бы как должен быть долгожданный звездопад. Ваша ультрагалактическая ведущая слегка задержалась в отпуске. Связано это с тем, что заболела я ангиной, сейчас выздоровела. И следующий вторник будет уже действительно полноценное возвращение программы в эфир. Сегодня такой, я бы сказала, бонусный выпуск. Немножко вне формата, что в принципе вполне понятно. У нас в студии, в нашей виртуальной студии, очень необычный гость, которого я счастлива представить. У нас лидер группы Deform. Никто иной, как деформатор. Привет! Привет! Добрый вечер всем! Да, друзья, это значит, что на протяжении, ну практически, да, вычтем ту небольшую задержку, которая была. Практически двух часов у вас есть возможность задавать нашему гостю свои вопросы. Для этого есть три источника, где это можно делать. Наша эфирная Аська – самый быстрый, самый надежный источник. 68 56 3 0 2. Сообщение получаю непосредственно я. Нет никаких колл-центров. Не нужно прорываться через толпу непонятных людей. Сразу попадает это куда нужно, и я задаю ваш вопрос гостю нашему. Есть также еще один способ, если у вас нет эфирной Аська, и вы не пользуетесь какими-то соцсетями. У нас есть наш твиттер, который с начала сентября тоже действует как способ общения с ведущими. Можно нас найти по следующему логину. Рок-портал, нижнее подчеркивание, ЕКЮ. Туда буду поглядывать. Если что, пишите. Я буду очень рада принять ваше сообщение. Но, соответственно, наш сегодняшний гость, я надеюсь, будет рад ответить на ваши вопросы. Ну и еще один способ задать вопрос. У нас была создана встреча в социальной сети ВКонтакте как раз, посвященная интервью. В ней есть тема, вопросы к Сергею, ну и коллективу The Form, поскольку у нас Сергей сегодня представляет группу. Туда на протяжении всего эфира тоже можете присылать свои вопросы. Некоторая их часть уже там содержится, и мы к ним обязательно вернемся. А давайте сейчас начнем с вопроса от нас. Он такой традиционный. Мы его задаем всем практически командам, которые оказались, или исполнителям, которые оказались у нас в гостях. И этот вопрос очень логичен для сегодняшнего интервью и для сегодняшней группы, поскольку совсем недавно группе The Form исполнилось 10 лет. Вполне логично вспомнить истоки. Сергей, расскажи, пожалуйста, как группа начиналась? С чего, когда это произошло, и, может быть, о каких-то первых выступлениях, о первой композиции сыгранной расскажешь? Да, конечно. Ну, начнем с того, что группа The Form образовалась на обломках альтернативной команды Frost. Нас собрал всех барабанщик. Мы дали несколько концертов с этими песнями, у которых уже был материал наработанный, там была песня 4. Придя в коллектив, я там стал вторым вокалистом. И, к сожалению, через полгода где-то его сам развалил, по большому счету, потому что понял, что хочу играть несколько другую музыку. И те песни, которые я уже стал приносить в этот коллектив еще во время концертов Frost, они, мне кажется, как всем казалось, немножко перекрывали материал, который был у команды Frost. Он был, наверное, несколько взрослее и сориентирован не на рапкоровую какую-то формулу, а все-таки на музыку, которую действительно можно назвать альтернативой, а не с точки зрения музыки, а соединения металла с рэпом. Это было что-то такое, наверное, более современное и более певческое в плане вокала и каких-то мелодий. И уже первый концерт Deform дал 5 сентября 2003 года в небезыстном московском клубе одном. Получается, что из того состава Frost со мной перешли первое время только барабанщик сначала и набраны еще два участника во время Frost. Это плавишник анцифера, гитариста СС, которому мы писали посредственно эту романтику с ними обоими. Вот так образовался, в принципе, этот коллектив. Сначала было 2-3 песни, потом 8 и больше, и нас уже стали как-то, имея директора, ставить на какие-то небольшие концерты фестивального характера, где играли уже такие метры андерграунд, типа биопсихоза, безумных усилий, такие коллективы, швах. И мы как-то выступали долгое время одна команда, и пока что-то не психанули, как-то не отказались от нашего этого директора, который действительно пробивал первый этот концерт. И мы, так сказать, отправились в свободное плавание. Мы наращивали материал, и как-то уже с 2005 года стали двигаться сами, платя за записи, за клипы и за прочее. Ну и, безусловно, небезызвестный канал, который сегодня стал рэперским, роковой канал, который закрылся не так давно, тоже нам сильно очень помог с ней с ротацией, с тем, что выбрал нас и отметил. И премия «Рамп» 2005 года, где впервые играл «Корм», ну и как бы и мы на разогреве вообще открывая эту премию, тоже нам дала возможность задрать голову над, так сказать, всеми остальными группами, показав себя, я имею в виду. Ну, естественно, не с лучшей стороны, это был не самый лучший опыт, потому что группа, которую никто не знает, вдруг она появляется на экране и разогревает такие коллективы, естественно, вызвала ненависть, особенно в Питере, там было два концерта. Ну и как-то вот так вот все пошло-поехало, и альбом формировался вот за это время. Материал где-то копился для него с 2002 по 2006 год, может быть, поэтому альбом выдержки четырех лет всем до сих пор приходится по вкусу. Хотя лично я его не очень люблю, я устал, но песни играть тебе всегда приятно, и на концерте, ну, я имею в виду с альбом «Мертвой романтикой», то есть ничего никуда не делать, как я считаю, развивается в той же стилисте. Вот такое приблизительно было начало. Ну, что самое интересное, что после разрыва с тем барабанщиком, который нас всех собрал, он сегодня же, у меня играет в дефорум, заново собрав коллектив уже для меня, а не для других сессионных музыкантов. То есть инициатива господина Фороста, она все-таки просматривается, так сказать, красной линией в течение всех этих десяти лет, это даже странно. Ну, вот приблизительно такая схема. Не знаю, насколько я полно об этом расскажу. Спасибо большое. Нам поступает вопрос, ну, вернее, поступает, может быть, нам, но адресованы они тебе. Я повторюсь, задавать их можно на номер эфирной ICQ 68 56 302, и преимущественно именно с этого ресурса я буду задавать вопрос, поскольку он непосредственно у меня в руках. Как сами понимаете, следить за тремя вещами одновременно очень трудно. Если хотите, чтобы ваш вопрос был задан максимально быстро, то лучше писать именно сюда. В группу ВКонтакте я тоже поглядываю, я вижу, что там поступают новые вопросы, обязательно они будут тоже заданы. В Твиттер можно писать, тоже, опять же, анализируя, что здесь происходит, рок-портал, нижнее подчеркивание, EQ, так нас можно найти. И как раз вот одни из первых вопросов, которые поступают на эфирную Аську, поступают от Валерия Бахилова. Да, кстати, насчет никнеймов, друзья, названий и всего прочего, мы с вами только знакомимся со многими из вас, поэтому если где-то неправильно ставлю ударение, тут уж без обид. Итак, Валерий спрашивает, вернее, сначала комментирует, потом спрашивает. Группа The Forum сделала себе имя сама без раскрутки и прочих ухищрений. За 10 лет существования группа достигла серьезных успехов, выступает на крупнейших фестивалях страны. Что вы могли бы посоветовать молодым музыкантам, которые хотят выйти на большую сцену? Вот это, кстати, как ни странно, последний вопрос обычно, который мы задаем под завершение интервью, один из самых последних, но если наши слушатели захотели так, то, соответственно, пусть будет так. Ну, давайте начнем с первой части, которая является комментарием. Во-первых, что значит, где группа The Forum сделала себе имя без раскрутки? Была куча вбуханных денег в клипы, которые вы так любите. Просто когда я сегодня снимаю клипы на фотоаппарат, они вам не нравятся. Поэтому сегодняшняя группа The Forum как раз без раскрутки. На тот период все было достаточно стабильно и железно. То есть я вбухивал деньги, канал крутил мои клипы. То есть это своего рода тоже раскрутка. Может, она была не такая масштабная, но миллионы людей нас увидели благодаря именно этому. Не было бы клипов нормального качества, не было бы и меня на эфир. Несмотря на то, что генеральный продюсер этого канала выбрал меня сам еще, когда мы познакомились за полгода до премии. Он просто был в концерте. Так что я не считаю, что здесь не было никакой раскрутки. Я тратил деньги как мог на то, чтобы голову задрать, по крайней мере. Хотя я думаю, что сделали все песней просто. А видео просто подчеркнули лишь некую такую фантастическую, что ли, вымышленную звездность или что-то в этом роде. Что касается второй части самого вопроса именно, то что могу посоветовать? Быть целеустремленными, не бросать намеченные, если вы чувствуете, что вы или пекарь, или плотник, или музыкант. То есть надо видеться к своей цели. Ну, не жаль, конечно, не по трупам. Хотя бывают разные совершенно истории и ситуации, когда приходится перешагивать через людей, которые, например, оказываются слабым звеном в коллективе и так далее. Такое периодически бывает, и оно есть на сегодняшний день. Только важно, перешагивая через человека, понимать, что и ты завтра можешь оказаться, к сожалению, этим слабым звеном. Поэтому лучше, идя по пути, ничего сильно не рушить. И вот, наверное, результат вот этой психологии, которую я стараюсь проносить, является то, что сегодня я играю со всеми участниками коллектива, с которыми прошел за 10 лет этот путь. То есть как бы там все плохо ни складывалось с временами, мы держимся вместе благодаря именно трезвой оценке ситуации. И мы, наверное, какой-то человечность, которая в первую очередь должна присутствовать у него танка. Вот. Такой ответ. Отлично. У нас вопросы, да, льются рекой, поэтому с позволения авторов я некоторые вопросы буду объединять в один. У нас в нашей теме ВКонтакте Андрей Асташов или Асташев. Вот это тут вопрос. Но про ударение предупреждала, ребят. Итак, спрашивают они, думали ли вы написать несколько песен в другом стиле. И практически аналогичный вопрос задает слушатель с ником Skinhead. Он спрашивает, а почему группа The Forum не играет в стиле heavy metal? Ну, вопросы есть вопросы. Вообще, в принципе, была ли идея, может быть, записать действительно что-то в другом каком-то музыкальном направлении? Или вот четко направление выбрано и, в принципе, ничего более неприемлемого? Хорошо, но вы считаете, что у меня песни все не в разных стилях, что я сделаю, по большому счету? Возьмите песню один, например, сравните ее, там, не знаете, фармакратии и так далее. Это что, не разные стили песни? Я объединяю просто их стилистикой. А каждую песню я делаю в разных стилизациях. Если вы это не заметили, значит, какие-то проблемы со слухом, видимо, или в чем-то другом. Потому что именно за это меня ругает аудитория, как раз, что я постоянно что-то меняю. Видели, что все дело? Аудитория, в принципе, сама не только моя, как таковая, но очень инертная. Одна ее часть мнит себя прогрессивно и все время ищет что-то нового, но нового не находит, потому что новое находится не так. Не при помощи поиска, собственно. Это как-то дается поженить, надо служить. А другая хочет, чтобы все было по-старому, но при этом все равно хочет искать какие-то другие формы. Когда тебе другие формы находишь, они говорят, что-то не то. Поэтому я считаю, что этот разговор вообще абсолютно бессмысленный и даже меня раздражает в каком-то смысле, потому что, ну, я не знаю, в контактной группе висят песни в разных стилях. Просто объединенные, говорю, в одной музыкальной стилистике и объединенных под одним названием. Хотя многие люди считают, что я делаю совсем разные вещи, и это никуда не годится после первого альбома. Например, если вас так нравится первый альбом, разве песни «Мертвая романтика» и «Лунопарк» — это песни не из разных стилистик, по сути, не из разных стилей. «Лунопарк» — это припанкованный такой рок, вот, как-то «Мертвая романтика» — это скорее такая разряженная поп-вещь, с таким банальным гитарным перебором, с почти вальцовым ритмом. Где здесь одинаковость? Так что, вы уж меня извините, уж я, наверное, как раз со своей группой один из тех музыкантов, который в рамках своей стилистики делает песни в разных стилях совершенно точно. И, между прочим, от этого страдает именно из-за части аудитории, которая этого не понимает. Очень странно, хотя я не удивлен. Спасибо. Слушатель, вернее, слушательница с именем Вероника и с никнеймом «Дорогой» пишет «Здравствуйте, вопрос Сергею. Как группа и сам Сергей относятся к партнерам по сцене? С кем сотрудничает? Кому симпатизирует? Есть ли кумиры?» И вот здесь, мне кажется, очень будет уместно задать еще один вопрос. О ближайшем концерте, да, о тех музыкантах, о тех группах, которые будут находиться с тобой на одной сцене. Все это будет 15-го числа в клубе «Рокхаус», соответственно. Ну, далее уже сам расскажешь, здесь не буду хлеб подбирать. Ну, значит, относительно коллег, да, по цеху, как я к ним отношусь, так и так далее. Ну, если честно, у нас были разные всегда отношения с разными коллективами, и очень часто эти отношения зависят, конечно, от того, как люди себя ведут в жизни, от человеческих качеств и, в принципе, от того, какую музыку люди играют. Если я вижу сплошное бездушие в музыке, в текстах, там, выражение себя, оно такое прям сплошное, которое мучает людей. Не буду приводить примеры коллективов, которые там варились со мной в одной пачке. Я, наверное, как-то отхожу в сторону, потому что я здесь не вижу никаких тенденций для соития, для какой-то дружбы и так далее. Если я вижу этот человек, как бы, настоящий в искусстве, то есть он не выходит мучить людей, он выходит показывать как раз какие-то, может, болезненные стороны, либо свои, либо обнажать все болезненные стороны мира, аудитории и так далее. Вот здесь, как бы, но, к сожалению, не каждый обладает сегодня, наверное, вот сегодня такая эра вырождения чуть-чуть идет, и одновременно и возрождение, и вот те годы, что прошло там 10 лет, и до этого были вот эти 90-е мрачные, Мельсинско-Горбачевской тьмы, там, конечно, все, ну, как бы, плоховато немножко с лидерами. В свое время я называл некоторые группы, себе же, как бы, на беду, которые, действительно, мне не нравятся, которые за спирной гадости, там, говорили про меня в интернете и так далее. Я как-то это обнажил в свое время на аудиторию в 2008 году, после чего меня, естественно, посыпались такие гневные упреки от аудитории этих групп, которых я якобы обидел, и от людей, которые просто наблюдают со стороны, посчитали, что я разрушил какую-то идиллию, которой никогда не было. Но я свои слова, как бы, никак, вернее, свои слова отвечаю, и слова своих обратно не забираю, и не могу этих людей, как бы, покрепать за ушками, сказать, что да, да, вот, я извиняюсь и так далее. Хотя, наверное, это было ни к чему сказано, и, наверное, делать этого не надо было. Что касается тех людей, которых я выделяю, очень сильно из группы, тут мой приятель большой, даже, можно сказать, друг Олег Юргенс, группа «Богивал», который, к сожалению, 15 сентября не смогут тоже, как и группа «Семантика», посетить, так сказать, упырять участие в нашем концерте по некоторым, там, неприятным причинам, скажем так, не связанным с разрушением нашей дружбы ни в коем случае просто. Вот, бывают неприятности такие, к сожалению. Ну, и могу выделить, наверное, группу «Оберекс», которую часто играю, играл в последнее время, и многие люди из моей аудитории, так сказать, тоже приняли этот коллектив. Там, в принципе, есть все, там есть поэзия, там есть хороший голос, там есть русское слово, правильная подача, все. Для меня немножко однообразно, конечно, в плане стилистического музыкального выражения, я имею в виду, если все песни вы просто рассматриваете с копом, но это дело каждого. У меня тоже, по-моему, одинаковая гармония и каких-то вещей, куда я уже, в принципе, зашел в тупик. Ну, по камере, так многие думают, и, в частности, бывшие участники коллектива думают. Вот, поэтому прямо уж так вот бить себя в грусть, чтобы я кого-то выделял. Да много, на самом деле, людей, которые хорошо играют, именно хорошо играют. Но мне всегда было важно идейное наполнение, мне всегда было важно, что представляет себе человек, что он несет на сцену, как бы, и что он оставляет себе где-то там. Вот для меня какие-то такие существовали мерила. Я пока не встречал, если честно, для себя каких-то таких людей в российской аудитории. Если говорить о кумирах, например, о русской музыке, обожаю группу такого джаза, которых уже больше нету. Возможно, там я слышал, они будут возрождаться, или что-то в этом роде. Очень нравилось в свое время «Черный обелиск» из русских. Группа «Технология», это уже вот если брать по синтепопу. Ну, и, наверное, практически все, по большому счету. Если говорить о западных коллективах, всегда любил традиционный рок, типа Аэросмита и Сидиси, Металлика, я об этом говорил. Там же, кстати, вопросы, а хэви-метал падает в пачку. Я бы не хотел играть такую музыку, но некоторые, так сказать, стилизации будут, и в будущих песнях. Вот. Ну, безусловно, это «Нирвана», которая... Перевернуло мое представление о многом. И главное о том, что рок может быть доступен для любого школьника. То есть то, что человек может взять гитару и начать все сначала, приняв некую эстафету. Ну, и, конечно, эта группа более пост-рокого характера. Довольно «Готик эндастел», типа Мэнсона, «Ночнеос» и прочее. «Слепнот», уже более тяжелая такая информация. Вот я люблю такие коррективы, которые что-то из себя идейно представляют. И очень грамотно объединяют различные стилистики, не боясь, чем никаких экспериментов. То, что скажет там Вася из какого-то города или там Федя из Москвы. Вот я думаю, очень важно именно брать вот такой вот фарватер, курс на него. Вот такой ответ. Есть у нас вопросы от Нанимина. Вопрос, возможно, банальный. Что оказалось причиной или поводом подобного мировоззрения тематики и философии группы? Когда зародились первые идеи и мысли в таком направлении? Кстати, у нас есть аналогичный тоже вопрос. Опять же, может быть, в каком-то плане где-то дополняющий. И Термит писал, смотрел ваше последнее интервью, где вы сказали, что философия деформации появилась еще в школе. По крайней мере, как я понял. Неужели так рано? В каком возрасте вы начали сочинять первые тексты, песен, стихи? Ну, я думаю, что да, действительно, два автора спрашивают практически об одном и том же. Прошу. Мне очень понравилась формировка философии деформации. Я философию деформации не разрабатываю. Ее разрабатывают наши политики, скорее. Может, даже не наши, а западные, скорее, больше. Я лишь эти методики озвучиваю, препарирую, вскрываю. То есть я просто говорю о плохом. Раз я говорю о плохом, о уродливом в социальной среде и, в частности, других компонентов, то их философия называется деформология, то есть слово об уродливых формах социального устройства. Они как не разрабатывают философию, как эти устройства еще больше изуроживают. Это первое. Второе, значит, почему так рано? Ну, вообще, что появилось причиной оформирования такой философии? Ну, безусловно, это собственные какие-то кармические штуки, которые, видимо, я точу из прошлой жизни, включая страхи, которые были наработаны и так далее. И то, что пришлось пережить в школе, вот эта вот тьма 90-х годов, когда, ну, были совершенно ужасные вещи, которые, я думаю, переберегут для книги, для каких-то более откровенных таких интервью. Не для интервью, а в статьях, где я могу и пистолярно, так сказать, выразить, без эмоций. Наверное, наблюдение за всем этим, какая-то излишняя чувствительность, которая есть у любого творческого человека, именно истинного творческого человека. Как-то все это так отобразилось. Ну, и, безусловно, обостренное чувство справедливости, которое, наверное, тоже берется иногда не только из-за воспитания, из-за того, что тебе кажется, что надо именно так делать. Может, тоже какие-то комплексы, я не знаю. Вот это обостренное чувство справедливости, конечно, да, по сути, мешает жить. И в сегодняшнем обществе уродливого построения капитализма на обломках социализма, конечно, это все очень так непросто. Смотрится это, конечно, так даже для меня самого, то есть со всем этим наблюдает, такой акт, по сути. Вот поэтому была идея придумать вот эту такую философскую, миродренческую такую концепцию, где я представляю мир и доказываю то, что этот мир является именно филиалом некого адского такого честилища. Не знаю, как это можно назвать, но скорее больше это философская, больше такая творческая идея, нежели конкретные указания, что вот, ребят, все плохо. Я думаю, что не все так плохо на этой планете, я верю в настоящую любовь и в семейные тенденции и так далее. Но, к сожалению, куда ни колупни, так сказать, везде под вот этой вот гламурной краской будет горькая правда. Вот описанием этой горькой правды и в социальной среде, и в других отраслях я вот пытаюсь заниматься, и, наверное, книга будет наполнена именно этим. А каждая песня наполняется частичкой отношений к какой-либо проблеме, маленьким каким-то срезам. Песни, конечно, в этом случае немного более легковерны. То есть они не столь раскрываются под опреку, но зато они бьют здорово эмоционально. То есть надо заложить правильные слова, правильные тенденции относительно моих воззрений. Мне кажется, песня может пробить очень много, а песня остается иногда в десятилетиях. Не хочу сказать слово в веках, потому что пока никто не проверял, но хотел классический проведение, но до сих пор они, к сожалению, в меньшей степени кому-то нужны. Я, по словам кому-то, я подразумеваю именно проблемную аудиторию, молодую аудиторию, которую ищет, часто обжигается и не всегда находит. Вот, вроде бы, я ответил как-то. Ну да, спасибо. Очень было интересно послушать ответ на этот вопрос, поскольку тоже, в общем-то, поколение 90-х меня тоже вырастило. У книги поступает много вопросов. Я думаю, что об этом мы поговорим уже после небольшого перерыва, друзья. Я бьюсь, конечно, сам Сергей не против. У нас есть композиция, которую можно было бы послушать сейчас для тех, кто, может быть, только знакомится посредством радиоэквилибриум с творчеством группы The Form. И данная композиция носит название «Зарази меня жизнью». Можно ли пару слов о ней? Пару слов? Ну, вот музыка, в принципе, всей этой композиции принадлежит Алексею Анциферу и нашему первому гитаристу эссе. То есть я лишь просто склепал куски, написал текст, эту мелодию. И, честно говоря, не знаю, насколько эта песня может быть личной. Наверное, для меня она не очень личная, потому что она была как раз в каком-то смысле написана благодаря наблюдениям за человеком, который находился в сложной любовной ситуации. Ну, то есть я вдохновлялся именно этим. У меня на этот период не было никаких серьезных каких-то влюбленностей, я как-то был с холодной головой в этот момент. И вот получилась такая песня буквально на коленях. Я очень хорошо помню этот день, как мы во дворе сидели и ждали репетиции в квартире у гитариста нашего. Помню, как за несколько буквально таких вот сборов родилась вот эта вещь. Впорядок я дописывал текст за несколько дней. Второй куплет вообще писал чуть ли не в клозете, скажем так. Это было действительно так. И поэтому у меня к этой песне какие-то такие, ну, не слишком личные ощущения. Но в момент ее исполнения, как-то да, все так приходит в свой трафарет. Ну вот, вот. Не знаю, что еще добавить. По-моему, получилась отличная песня. Название ее взято из надроненной фразы произведения Стивена Кинга «Зеленая миля». Если вы помните по поводу мышонка, который зарядил меня жизнь, я помню, что была такая фраза, особенно в фильме, небезызвестном по этой книге. Вот. Я почему-то посчитал, что это... Несмотря на то, что я небольшой фанат Стивена Кинга, я вообще считаю, что не стоит этим увлекаться, как бы, головой. Потому что я его как теряют голову у людей от этого Стивена Кинга. Как и от Heavy Metal, кстати. Поэтому вот все как-то так просто и надолго получилось. По крайней мере, песни любят как я. Ну что ж, хорошо. Я думаю, что те, кто любит эту песню, получат огромное удовольствие от ее прослушивания. Ну а те, кто не знаком еще с творчеством группы Deform, по-моему, отличная возможность познакомиться. Через почти шесть минут мы к вам возвращаемся с вопросами, и, разумеется, Сергей продолжит отвечать. А я повторю, что номер эфирной Аськи, куда вы можете присылать свои сообщения с вопросами, кстати говоря, с пожеланиями, отзывами тоже. Номер 6856302. Твиттер наш. Рок-портал. Нижнее подчеркивание. Ну и, разумеется, во встрече ВКонтакте, посвященной данным интервью, где есть специальная тема, вот в тему тоже можно писать. Ребята, я получаю ваши сообщения, я вижу. Обязательно буду тоже задавать эти вопросы Сергею. Все, что успеем за оставшееся время. Ну а пока давайте наслаждаться музыкой. В эфире Радиоэквилибриум, Лилия Кометов и Мина. И у нас в гостях лидер группы The Farm сегодня. Поехали слушать музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перестану ждать тебя, веет боль и наслаждаться. Превратятся в лед слова, с ними я, я, я. Дай звезды мертвый свет, надо мною только небо. В небе тысячи планет, опадают вниз тлея. Я забыл твое тепло, осудив себя навеки. Веки снегом замело, и моей любви побеги вверх, что мне без солнца. Знай, что я не рядом. Боль сжигает тело ты, зарази меня жизнью. Знай, что мне без солнца. Знай, что я не рядом. Боль сжигает тело ты, зарази меня жизнью. Знай, что я не рядом. Дай звезды мертвый свет, надо мною только небо. В небе тысячи планет, опадают вниз тлея. Я забыл твое тепло, осудив себя навеки. Веки снегом замело, и моей любви. Веря, что мне без солнца. Знай, что я не рядом. Боль сжигает тело ты, зарази меня жизнью. Боль сжигает тело ты, зарази меня жизнью. Знай, что я не рядом. Боль сжигает тело ты, зарази меня жизнью. За себе жизнью 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 Ну и сейчас я, пожалуй, буду зачитывать те вопросы, которые поступают или уже поступили Встреча, которая была создана специально для интервью У нас здесь много вопросов В том числе люди задают их Прямо во время эфира И давайте Начнем, наверное, с вопроса Который был Одним из первых Да, принесла первой в этой теме Саня Галинский спрашивал Хотелось бы узнать Планируется ли тур в Украину? Ну, в принципе, о турах уже давно все спрашивают Я могу сейчас сказать такую ситуацию Я сейчас пишу альбом Осваиваю концертную программу Новую С новыми песнями Со старыми Вот с сегодняшним составом Если честно То Не имею сейчас никакой дирекции Именно вот такой технической Которую бы мне сделала тур Я пока лично Никуда не дергаюсь Хотя очень рассчитываю Что поеду все-таки куда-то масштабно Я, наверное, по весне Больше из кипят Может быть, будут какие-то отдельные выезды Осенью поздние Но пока не факт Что касается Туры на Украину Это совершенно отдельная песня То есть Надо там с местными организаторами договориться В принципе, тур сделать можно Вопрос о том, какой он будет Потому что коллектив у меня К сожалению, сегодня сессионного характера Больше И поэтому Все расходы Скажем так Весь скромный гонорар От выступления Он весь просто идет На оплачивание всей технической части То есть Преследовать Какую-нибудь выгоду денежную В любом случае Не получится Что-то куда-то поехать А местные организаторы Считают Что, возможно, группа и не соберет В общем-то Не спешат нас куда-то приглашать Но с другой стороны Надоела ситуация Что в некоторых городах То хусто, то хусто И все это зависит И от рекламы И от того Как там себя подают Но если бы каждый город Готовил хотя бы за месяц Хорошую информационную поддержку То можно было бы Не боясь ехать И на кладине Были бы организаторы И сам коллектив И так далее Но пока я не вижу Никакой возможности Ехать Тем более очень далеко Потому что Почему-то Как муж из эфиров Никто даже там Прежнего гонорара Не готовы заплатить Чтобы я просто доехал Даже без каких-либо там Денежных бонусов Себе Поэтому в туре Не вижу сейчас никаких Не вижу причин Ехать То, конечно, надо Но технически Организации Сейчас это не могу Хотя, в принципе Поехали собирать Потому что альбом Доминанта Который будет Я думаю весной Все-таки должен быть Концерт Подкреплен Масштаб Вот так и ситуация Что ж Ты упомянул Новый альбом И поступает Большое количество Вопросов Я позволь себе Задать Этот вопрос От лица Сергея Леонова Который также Оставил его В теме Нашей Во встрече В промок Дефармакратии Пишет он Говорилось о том Что будущий альбом Доминанта Возможно будет Последним В истории группы Если альбом Окажется коммерчески Успешным То группа Продолжит жить Ребят Я думаю что Альбом коммерчески В любом случае Не будет успешным Потому что Успешность альбома Зависит от того Что Крубо говоря Есть у меня сейчас Какие-то три сингла Вот их надо раскручивать Надо снимать клипы Я сейчас этого Ничего не делаю Я делаю ролики Я знаю что Это никуда не пойдет И я знаю Что я выпущу этот диск И он пролетит Как фанера над Парижем Какой бы он успешным Не был Слово коммерчески Успешно Я боюсь что Это неприменимо Немножко К моей ситуации Потому что Коммерчески успешным Альбом делает Не всегда исполнитель Ему достаточно Написать одну Хорошую песню А потом просто Докидать уже Всякой мути Вот Так в принципе Делается любая Поп-формула Когда кого-то Раскручивает Коллектив какой-то Там и так далее Поп-коллектив Тем более Вот Поэтому Говорить об успешной Коммерческости Я не могу сейчас Никак Потому что Она должна Подкрепляться Дорогими видео Технической Дирекционной Поддержкой Менеджментом И только это Сделает альбом успешным Так я думаю Что будет все Как обычно Вот Что касаемо того Там последний Не последний Просто действительно На определенный Перед своей жизни Я понял что Очень Галимая движуха В этом рок-н-ролле Underground Да и в принципе А вылезать в мейнстрим В котором В принципе Я уже Фактически находился Такое дело В общем Не очень приятное Потому что Все равно Тебя Разорвут Многочлены Всякие Неприятные Дядьки Продюсеры Какие-то Концертные Всякие Агентства И в общем-то Очень быстро От тебя От самого Ничего не останется Потому что Когда ты находишься Наверху Если честно Наверху Всегда одиноко И холодно Это я совершенно Точно знаю И не только По рассказам Предыдущих Рокеров Особенно Запад Я лично Когда выступаю На больших площадках Я ничего не чувствую Практически Если уж Очень хороший звук Очень хороший Прием Зала То да А так В большинстве Случаев В клубе Гораздо приятнее Ты Ощущаешь Все На себе Все рядом Все близко Вот Поэтому Я как бы В Underground В мейнстрим Особо не стремлюсь Хотя конечно Мне кажется Что Я бы Для своей страны Вырушить Мойнстрим Именно в Роке Как идеолог Могут делать Гораздо больше Чем все мои предшественники Это я совершенно точно знаю Я буду стремиться Но К сожалению Без Денежного толчка Огромного Который был у меня В 2005 В 2006 В 2006 Вряд ли что-то Вынет путное Вот так Ну и Следующие вопросы Которые Приходят На самом деле Я бы задала вопрос У тебя Который у меня родился В процессе ответа Я думаю Что Наши слушатели Не разорвут меня За такую Небольшую прихоть Скажи пожалуйста Ты говорил По 2005 2006 Год Что в этот момент Был финансовый толчок А сейчас В общем-то Группа Ну как я Поняла Переживает Может быть Не то чтобы Какой-то Спад в творческом плане Но Достаточно Тяжелый Такой вот Непростой период В Плане Обеспечения Ресурсами Скажи пожалуйста Почему на твой взгляд Это произошло То есть Что такого было В 2005 2006 Году Может быть В самой Рок-среде Может быть В жизни группы И что произошло Сейчас Почему этот спад Произошел Ну во-первых Такая ситуация Вы наверное Слышали такую фразу Что например На рулетке Новичкам всегда везет Как правило Вот в роке В роке То же самое На самом деле Когда ты приходишь На сцену Не умеешь Не играть Не понимаешь Что ты делаешь Но при этом Есть какой-то потенциал Который люди там Видят Он еще может быть Не очень профессиональный Но потенциал тут есть Как таковой Вот на этой волне На этом кураже Фактически наркотическом Я имею ввиду Эйфорийном От того Что у тебя все получится Многие молодые группы Очень быстро Прорываются вперед Они готовы Делать много лишних движений Готовы Возможно Вкладывать Там часто Куда-то Что-то Ну я имею ввиду Деньги Силы И так далее Вот А потом все-таки На тот период Это была упряжка И на тот период Я напомню Был канал Бэкальный Потому что Как только они На меня вышли Я сразу нашел В себе эффективного Продюсера Эффективного Подчеркиваю То есть деньги Я всегда брал Как бы из собственных средств Выбухивая их туда Продюсер был Неким таким Такой иллюзией Успеха И возможности В нашей Такой полубандитской Среде Вот этого шоу-бизнеса Мне как-то Закрепиться И добиться того Чтобы ко мне Относились более уважительно Скажем так Все эти напыщенные Индюки Из масс-медиа И так далее То есть Это было Необходимо Сейчас я принципиально Не вкладываю деньги В крип Ни на что больше Сейчас я достаточно Трачу на проект Чтобы записать Даже одну песню Плюс на своей студии Я трачу порядка 15-20 тысяч Чтобы просто Песню срастить И сделать За репетиции За саму запись Тем же звукорежиссерам Они же тоже должны Что-то есть Не ведут Мне писать бесплатно Вот Поэтому как бы Я сейчас стараюсь Направить деньги На настоящее А не на иллюзию Успеха В клипы К сожалению Народ Не очень умный Это очень часто Происходит Именно с молодыми Когда у них еще нет Ни опыта Ни осознания Ситуации как таковой Особенно если Не наблюдая со стороны За чужой судьбой Не зная ничего Ни о человеке Ни о проекте И так далее Конечно им кажется Что после Съемок клипов За простословные деньги Сегодняшнее видео Снятое на фотоаппарат Кажется им падением И в принципе Вы не забывайте Что когда началось падение Вышел изгнение гламура Вы должны понимать Что эта тенденция К ухудшению визуализации Она кроется Именно в этом названии тоже Это мой такой Такая политическая подоплека Я не хочу больше Платить барбосам деньги Мне это надоело Они меня все Бесят Раздражают И я реально понимаю Что Ну не буду говорить Что в этой стране Нельзя ничего сделать Потому что со своим роком В Америке Например точно В каждом гараже У афроамериканцев Есть басуха Барабаны и так далее Они там играют все И из-за того Что у них там Самая высокая конкуренция Там конечно Становятся Лучшими Лучшие И опять же Эти лучшие Тоже всегда Находят деньги Чтобы Показать себя Мне надоело Платить за Илюзию успеха И поэтому Мне хочется Чтобы За меня За эти клипы Сказали сами Песни В первую очередь А потом уже будем думать На что снимать И куда двигаться Вот Такой ответ Ну что ж Еще немножко Поговорим Про Скажем так Слегка ситуацию Да Которая сейчас Происходит В рок-музыке С помощью вопроса Анны Оржановской Которая пишет В одном интервью Сергей очень точно Заметил Что наше время Народ не ходит На концерты Толком Совершенно верно Звав причины Это развитие интернета И экономические проблемы А видите ли вы Возможные варианты Выхода Из данной ситуации Ведь цены на билеты Часто невысокие Группы приезжают Сами во многие города И выступают На многих фестивалях Разница между Записью И жимовыми Выступлениями Колоссальна А уж У Дефор Особенно Как же Завлечь народ На концерты Вот Я Некоторые Пометки дам Дело в том Что Рок-портал Эквилибриум Включает в себя Собственно Радио Эквилибриум И концертное Агентство Которое Занимается Как раз тем Что вытаскивает На сцену Начинающие Талантливые команды С целью Да Показать Ну и безусловно С той же самой Проблемой Которой Перестан Мы столкнули Люди действительно Очень плохо Ходят на концерты Тем независимо От того Какого уровня Это концерт Как он организован Какие Средства ушли На Как-то Его Пропиаривание Наверняка Ты Как человек Который Действительно Уже Очень-очень-очень Многие годы Находишься В этой сфере Задумывался Почему В принципе Это происходит У нас Многие Сейчас говорят О перенасыщении Музыкального Пространства Что мы У групп Очень много Концертов Очень много Поэтому Подобное Подобное Мероприятие И вообще В принципе Подобная музыка Она несколько Обесценилась Да Потому что Действительно Очень-очень Всего Много На твой взгляд Каковы причины Ну и вот Вопрос Как раз Анны Задумывалась Реды Над тем Что С этим Делать Ну что С этим Делать Брать Року Индустрию В свои руки Найти Миллион Долларов Чтобы Сделать Нормальное Радио Потянуть Туда Рекламу Объединить Коллективы На половой Из разных Городов В частности Из крупных Столичных Городов России А эти Команды Там есть И делать Кататься Пачками Фестивальными Допустим Какие-то Брендовые Московские Коллективы Там Вместе с Брендовыми Коллективами Из Нижнего Новгорода Или Новосибирска Как вариант Такой Вот Ну естественно Это активная Пропаганда Идеологии Рока Что это Не только Какая-то Музыка Из облеванных Клугов Которые Играют Дебилы Аж И показывать Больше Лидеров Которые Уменив Говорить Которые Могут Представить Молодой Аудитории По-настоящему Что такое Искусство Я имею в виду Объяснить И как бы Заразить этим Заразить этой идеей Именно Быти человеком Искусства А не там Не монстром Не хачком И так далее Вот Хотя От всего этого Никто не застрахован Тем чем бы он Не занимался Вот Но это Такие вещи Которые Должен Наверное Знать Все-таки Именно Менеджер Именно Директор Я хотел бы Здесь выступать Больше как озвучивающий Персонар Всю эту Всю эту историю Также выступаю В этих фестивалях И так далее Но я уже говорил О том Что сегодня Это немножко сложно Потому что Все брендовые коллективы Вырвавшиеся вперед Российские Альтернативные Не альтернативные Они все-таки Находятся под Серьезной дирекцией И поэтому Они сегодня Успешнее чем я Потому что Скоро Что там народ Может быть И любит такую музыку А какую музыку Я играю Во всех моих песнях 90% Есть поп-стилизация То есть Я делаю все По поп-формуле Я считаю Что эти песни Вполне будут Крутиться на радио Даже для этого Сделают акустический диск Из-за чего команда Сказала Вот это Зачем мы теряем год И переделываем старое А я лишь просто Хотел утвердить Первые хиты И сделать их Более удуговаривыми Что возможно Их примет Небезызвестные На родильные Какие-то там Объединения То есть Радио Какое-то Приемлемое А у нас их не так много К сожалению Которые бы крутил Там тоже Самый рок И так далее И радио Которое брендовое Они очень сильные Монополисты Туда никак не попасть Я уже 10 лет Кладнусь в ножки Жил попасть На небезызвестное радио И пока все Очень со скрипом Вот Поэтому Наверное еще и потому Что у меня нет Достаточно дирекции И она наверное Должна быть у каждого Коллектива Как спасти это положение Честно я не знаю И наверное Вопросы Не совсем ко мне Потому что Есть музыканты А есть Дельцы От рок-н-ролл Которые всегда знают Какую команду Раскрутить Как лучше Сделал фестивальчик Как из группы Которая ничем Не представляет Сделал так Чтобы Езжал Тысяча зала Малолетов И они всегда Продукт футболочки Все будет тупо Но очень круто По рок-н-роллям Бабки Себя отобьются У меня ситуация Конечно другая Я на это все По-другому смотрю И пока Я еще не думал Как я буду Зарабатывать роком Хотя я реально понимаю Что Своих родителей Я уже Зачаровал Потому что Мне 32 года А у меня по сути Миша нет И своей этой профессии Которая наверное Такая тоже Сомнительная Но я вряд ли Могу себя прокормить И уж мне говорить О поднятии рока Очень рано Идейно я готов Хоть завтра Но где же взять Этих людей С деньгами А их если Полно Между прочим Те которые готовы Слить бабки И тем более Вложить их В какое-то Интересное Музыкальное Предприятие Или мероприятие Их где можно найти Вопрос Кто объединиться Для их поиска И кто объединиться В создании Технической части Если вы под нос Не видите у себя Афишу Которая там висит Уже неделю Ну это во многих Случаев так бывает То о чем здесь говоришь Как организовать людей Которые в принципе Не вменяемые В большом счете А ведь Рок нужен только молодым А с молодыми Работать очень опасно Их ветер в голове Большинство Идейных людей Очень мало По-настоящему Талантливых Очень мало Несмотря на то Что может быть Обдарены все И все творческие Это все надо Раскрывать Вытаскивать И так далее А музыку К сожалению Поднимут только Коммерционеры Банкиры Там и прочее Вот если мы Придумаем Такую формулу Как денежный мешок Сольется С идеологией Рок-н-ролльной С настоящей Какой-то Темой То наверное Будет все очень круто Пока все задавлено Спортом К военном Межрасовыми Дружбами То есть мне кажется У нас в нашем государстве Обласка Только вот эти категории По большому счету У нас все Вкладывают в спорт Но не считая Что если все будут Вокруг качки То у нас все получится Ни хрена Так не выйдет Душа Душу надо лечить Раскрывать Каждого И в частном случае В частном случае Себе самому Вот Занимаясь написанием Этих песен В оком смысле Тоже лечу себе Потому что Кто бы вам там что ни говорил Творчественный человек Эгоист Он делает Перечит песню для себя А потом уже смотрит Понравится это или нет Вопрос лишь в том Хочет ли он обнажать В душу перед аудиторией Потому что аудитория разная Очень колкая Грязная местами Но есть люди Которые действительно готовы Тебя принять Они очень душевные И я их очень ценю И наверное И они тоже поднимут Рок в этой стране Если будут больше делать Репостов на своих страницах Заражать вот этой идеей Молодежной Не не квенистой Вот этой вот идеей А именно Такой Позитивной волны Молодежного рока Разной формации И котика И металл Что угодно Пока все очень чахло Тухло И очень локально Вот так Нет Ну на самом деле Рок На мой взгляд Абсолютно не мертв Учитывая то Сколько Групп Существует И причем Ребята очень качественные Каждый день Радиоэквилибрием Сталкиваются С десятками Если я даже не пояснил Слово Временами И сотнями Заявок Там На Ротацию И мы Действительно Рады Приглашать И как-то Помогать В Там В меру сил Да Но Вот ситуация С концертами Она конечно До сих пор Остается плачевной Спасибо большое Сергею за ответ Ну и у нас Здесь несколько вопросов По поводу состава Я их тоже Опять же В одну группу Так постараюсь Объединить Про состав Да Лев Дорофеев Творчество группы Во всех альбомах Концептуально Но тем не менее Коллектив Постоянно Меняется С чем связаны Такие частые Изменения В составе Группы Это вот Такой Один Вопрос И Капри Корни Вопрос К Сергею Какой состав Группы Ближе всего Был по духу Есть ли Участники Или бывшие Участники Которые Особенно Дороги Или занимают Какое-то Особое место Такие Вот два Вопроса Думаю Что Мы уже Говорили О влиянии Моей биографии Нашего Барабанщика Который нас всех Собрал Александр Фрост И он Как-то Действительно Запал Мою судьбу Тоже Естественно У меня к нему Определенное Уважение И я Отношусь К нему Судьбоносно К нашей дружбе Мне в принципе Дорог Каждый Из участников Коллектива По большому счету Просто С предыдущими Мы не очень Хорошо Расстались Именно По той Простой Причине Что Как бы Они меня пригласили На разговор Чтобы дать мне Черную метку А высказаться Мне не дали По большому счету И естественно Какая-то была Пауза в отношениях Когда я конечно Не хотел их Не видеть Не слышать Но Раз так Судьбоносно Получилось Что мы играем В этот раз вместе Я думаю Вам наверное Из зала Будет проще Оценить Какой из коллективов В этих временных Срезов Лучше По большому счету Мне нравится Вообще Вся эта ситуация Что так вот Если в концерт Удастся провести Будет замечательно И там уже посмотрим Что сложится Я как бы Ценю всех И Так же как Врагов Так же как Друзей Надо все держать Наверное Ряду По большому счету Ну вот Не могу здесь Больше ничего Добавить Такого Чтобы Не залить Какие-то дебри Не знаю Сколько я ответил На вопрос Но вроде вот так Хорошо Ну а мы Снова Уходим Несколько В философские Дебри Артемий Спрашивает Добрый вечер Сергей Добрый вечер Лили Спасибо большое Очень приятно Кстати Когда попадаются Знаете Среди слушателей Такие интеллигентные люди Так здороваются Как говорится Все мы носим маски Пишет Артемий Вы в буквальном смысле слова А где ваша настоящая сущность Когда вы в маске Или когда вы без нее Ну я думаю Ну я думаю Что я часто Высказывался По поводу Шелухи Вот этих темных сил Что касаемо Костюмов Образов И так далее Я считаю Что в принципе Это все такое Пыль в глаза Просто антураж Я не перестаю Быть как бы Сергеем Калининым В любом случае Хотя вот этот Деформатор Он поменял Мою судьбу Чувствую Я в принципе Когда себе Придумывал Пседоним Я очень сильно Заморачивался Я смотрел Чтобы каждая буква Соответствовала Определенным Энергетическим Тенденциям И так далее То есть я Смотрел их По разным И по Таро Методикам И по Нумерологическим Концепциям Ну я как-то Подошел К этому серьезно И думаю Что не зря Потому что В каком-то смысле Этот деформатор И то чем Я занимаюсь В этой стилистике Размерольной Все таки Изменили Мою судьбу И мою жизнь Возможно Где-то не к лучшему Но зато я справился С тем От чего Долго не мог Избавиться С этой детскостью Ростенчивостью То что было В школе Особенно в ранней школе То есть я всегда Стремился На самом Быть не ангелоподобным Другим ребенком А быть человеком Сейчас конечно Уже Став Такую Позицию мужчины Скажем так Я уже конечно Начал Подгнивать Что называется Наверное я уже Переборщил С этой взрослой жизнью Или с чем-то Или какие-то Во мне может Произошли Закостеневые Тенденции Я ощутил Как бы свою силу И в искусстве И в Просто физиологическую Какое-то все Пришло через образ Но опять же Я не заморачиваюсь Особо На этом Деформаторе Он живет Отдельно от меня И возможно Наверное Все-таки Где-то внутри Я иду по улице С авоськами Леды И здесь Да-да Я деформатор Деформатор Ну это как Как будто Тренин Какой Нет Все Гораздо Так Прозаичнее И возможно Даже Ковсик Деформатора Сергея Калинина Он наверное Где-то Все-таки Внутри Они тоже Присутствуют И это может Не мешает Иногда жить И Мне иногда Кажется Что же Лучше На самом деле Какой-то Агрессивный Вычурный Образ Брутальный И видеть Просто Побыть Человеком На сцене Человек Не нужен Я повторяю Сегодняшняя Аудитория Тем более В такой Стилистике Ну хотят Монстра Хотят Рок-героя Поэтому Когда я снял Маску Конечно Они даже Зачаровались Не потому Что Увидеть Может Красивый Человек А именно Мы видели Такого же Но только Как он может быть Таким же Если например У меня вот Есть такая Философия Такие песни А у Вас Яйцова Нет Поэтому Все люди Разные И каждому Своё Крест Свою Образ Свою 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 Снова Мы Так Я постараюсь Подбирать Вопросы Которые Были В продолжении Того Что Ты Говоришь Вопрос Поступил От Сейчас Скажу Да Вот Слушатель С ником Академик Не думала ли Группа Создать Из концерта Полноценную Постановку С использованием Специфического Шоу Привлечения Дополнительных Каких-то Может быть Артистов Привлекая Дополнительный Антураж Ну конечно Думали Думали С самого первого Дня Как Но представляете Как Если даже Отвести Траты Колоссальные На проведение Такого фестиваля Которые будут Опираться В зал Который должен Технически Быть правильно подготовлены Включая сцену И все остальное Каждая девочка Мальчик Должны Мозги свои Включить И не подвести В этот момент То есть Нету надежных людей Я не вижу Вокруг себя И сегодня Надежных людей В том моем К работе Я мало знаком С людьми Из творческой среды Которые бы По-настоящему Хорошо делали Часто Напарывался На коллективе Танцевального Характера Но это Хотя Закомплексованные люди Выходящие на сцену В шмотках Уродливые Танцы С кривыми движениями С ломками Все не синхронно Все некрасиво И Естественно Выступая С этими людьми В пачке Иногда Ну давай Сделай Ну давай Я знаю Что будет Когда смотришь Записи Это все Конечно Это ужас Это хуже Чем самодель Поэтому Если сталкиваться Из людей Из своей среды Я бы ни с кем Здесь не связывался Большому счету А брать профессиональных Артистов Это накладно Это время Это у каждого Разные графики И так далее Я вообще считаю Что сегодняшняя моя ситуация С сессионным коллективом Как бы все хорошо И быстро Не шло В плане создания Там Материала в студии Который к сожалению Пока еще не все видят Окончательно В общем Это все очень так Какое грустно Потому что Я живу Подправилась Под чужое время Нету профессионального Коллектива Который собрался Все Репетируем Поехали Туру Один женился Другой крестился Одного Розерил Другого Рога выросли Другой Не может В это время Другой В это И в принципе Реально понимаешь Что нужны бабки И продюсер Все И все заверится Каждого взять за шкирку И пусть он сидит На свои 50 тысяч В месяц Которые он никогда Не заработал В своей конторе Хотя это тоже Не деньги большие Вот Ну как бы Вот в это тоже Очень много Упирается Поэтому конечно Есть желание Сделать хорошее Обосстановочное шоу На луках Их-то людей Но мне кажется Это не в той Копеечной движухе Стилистики Андерграунда Которую я сейчас Нахожу Вот опять же Сейчас этот концерт Я делаю Организатор У него Есть слой Клубный Который я практически Не вижу А техническую часть Всю тяну я Мне сложно Представить Вообще Как это все Пройдет Потому что Все будет Осуществление На мне Я в меньшей степени Буду артистом Получается На этом По крайней мере Мне об этом Надо будет Пересиливать себя Чтобы включаться В эту артистическую линию Потому что Тумать я буду На другом А поскольку Там будет играться Практически 30 треков Ну в общем Будет мне Непросто В большом счете В таком смысле Что уж здесь Говорить О том Чтобы все Осуществить Разово Крупно И так далее Вы же прекрасно понимаете Что даже такой артист Как Нерлин Вэнсон Приезжая В ту же Москву Его это шоу Стоит Не таких больших денег На самом деле Как вы думаете Но там каждый человек Получает по 500 долларов Там с рацией сидит В кетке В нужные моменты Выключает ту кнопку Эту Я боюсь Что с нашими С вами Сверстиками Каши не сваришь По большому счету Да им это не очень надо Я думаю Вообще В принципе В этой среде Очень мало артистов Очень мало людей Искусства Много гитаристов Конечно Но они все закрыты Они все в себе Они все там Что-то дома ковыряют Сочиняют Фыркая на другие стили Там На принесенные тысячи Что-то так много текста А что-то Одинаковые куплеты Очень сложно Все срастить Тем более На эти деньги На сушку Ну что ж Действительно Все не так просто Хотя Конечно же Я уверена Что у поклонников Группы И задается Просто баснословное Количество вопросов Я даже Не буду пытаться Найти первого Кто задал эту книгу Но вот если обобщить То вопрос такой Когда ждать И о чем она будет Слушайте Ну о чем она будет Я думаю Что тут уже Можно эфирное время Просто не загаживать Тематика О чем она будет Я думаю Что человек Который задает вопрос О книге Прекрасно понимает Ее название И скорее всего Читал брошюру Брошюру неформологии Путеводителей По повышенной комфортности Так сказать Водные главы Хотя на самом деле Это не водные главы Это некая такая Обзорная методичка Будет она кратко Посвящена модели Книги Которая будет Сходить с три части Какая биографическая Которая также Идет на волне Неких таких Зарисовок И дневников Из того Как создавалась Эта идея Описание Адской системы На земле Вот И будет Наверное Еще такой Свод Ряд доказательств То, что Эта пирь является Неким филиалом Ада Если можно Так в творческом Отношении сказать Ну и как бы Третья часть Непосредственно Идеологическая Она будет относиться К тому Кто верноват Что делает По большому счету Смоделировать ее На самом деле Не так просто Учитывая, что В принципе 80% материала Написано точно Но я иногда Например Не занимаюсь книгами Месяцами Там полгода Может пройти Могу также Сказать, что В эту книгу Скорее всего Пойдет и от статей Которые уже были Выложены Только они будут Доработаны И Может более Какой-то художественной форме Больше будут Приставать Сложно мне сейчас сказать Когда я все это Сращу и выпущу Может быть Я начну выпускать Книгу частями Но если я выпущу Одну часть Может там Скиснуть А вот что такое Вот это А где обещано И так далее Поэтому в принципе Конечно Модель книги Как трилогия Это вот очень круто На мой взгляд Но это не так просто Учитывая, что Набранному материалу Теперь необходима Некая такая Художественная Повторюсь Стилизация А я в общем Не писатель У меня можно было бы назвать Интернет-публицистом Конечно Если я очень часто Работаю по скитам Таких Но в принципе Можно назвать У меня есть такая Определенная Набранная Эстетика Повествования Которую я развиваю В эпистолярном жанре И надеюсь Что придут все-таки Мне какая-то По писательской формуле Хотя Амбиции писателя У меня в общем нет В большом счете То есть Книга конечно Хотела Чтобы была бы Помощь Помощь молодым Чтобы они не так сильно Разочаровывали Что ли В мире И в окружающем Чтобы могли найти Общий язык Со своими родителями Или просто С кем-то там С верстниками Чтобы они попали В неприятную ситуацию То есть Тут будет Очень много Таких подводных Методов Которые позволят Книгу рассматривать Как такую Методичку Прямо О жизни И о жизни Человека Который возможно Живет В соседнем подъезде Но немножко Какой-то другой Ну я говорю Про себя Вот Более наблюдательный Может быть Или более Творческим Опять же Видением Которое возможно Я очень на это надеюсь Вернет разочарованная Эготичная аудитория Все-таки Ощущение мира С наслаждением Ну что Грубо говоря Я зажив В этом плане И мне кажется Что можно Стать хозяином Ситуации Имея вот такую Информацию У себя Подбок Какой-то Ответление Когда она выйдет Не знаю Я думаю Что Не раньше Чем через года Два Полтора Пока срок Вставить Хочу Часто собирался Выпускать Но понимаю Что надо Более что-то Крутить Сделать ее Более Емкой Наверное Очищенной По подаче Материала Ну и продуманной В большей степени Чем она есть Сейчас Вот так Ну что ж Я думаю Что Еще один Вопрос Который Тоже Он связан С Вопросом О книге Но его Правда Реже задавали Хотя Задавали И Мы уже Прервемся Еще на одну Композицию Спрашивают О твоих Семинарах Было Где-то Ну Где-то Около Трех-четырех Слушателей Спрашивали Об этом Точно Ребят Не буду Искать Ваши Никнеймы Сейчас Тоже Потому что Сообщений Поступает Много Вот И на это Уйдет Соответственно Тоже Много Эфирного Времени Когда Ожидать Данных Семинаров Снова Ну вот В планах Очень хочется Сделать Обобщающийся Семинар Как раз Именно По Теформологии То есть Именно Заново Еще На свежую Голову Дать Четкое Методологическое Описание Моим Подходам Которые Я хочу Дать Четкие Возможно Свои Определения Философской Стилистики Которую я Наметил Этой Псевдонауке Если хотите Чтобы это Не было Выглядел Какой-то Детский Лепет Где-то Объявил себя Мессия Все за это Ухватились Да Объявил И считаю Что эту лямку Будет тянуть Пока есть Возможность Вот Это одна часть Семинара Второй семинар Который я хочу Сделал Хочу сделать Семинар О поэтов Диссидентах И конечно Здесь Центральный рост Будет играть Такие поэты Как Мандельштам Есенин Да даже Пушкин Если на то Пошло Он тоже Как он Сосфер С его царского Времени Был Диссидент Ну и конечно Центровым Здесь будет Высоцкий И я думаю Что Очень хочу Сделать Несколько Номеров В общем Наверное Песни Четыре На две На три Гитары Акустические Я вот Так Подкреплю Это все Очень интересными На мой взгляд Не всем известными Песнями Валерия Семеновича Усоцкого Где я его Представлю Как именно Как раз тоже Персонаж В каком-то смысле Ну готического То есть Обладающего Такой душой Такой информацией Которая бы Заинтересовала Молодых А мне кажется Через Усоцкого Можно очень много Поменять В психологии Российского человека Вот Пока вот Такие задумки Наверное Первый сериал Ох Семинар Относительно Идеологии Скорее всего Пройдет Наверное Литв по поздней осень Литв по зиме Пока вот Ничего не могу Точно сказать Надо просто забить Дату Скорее всего Будет на осень Что касается Музыкального Семинара Где будет О поэтов Это наверное По весне Даже по поздней Пока вот так Ничего тоже Не могу сказать Что ж Тогда у нас Есть сейчас Еще Немножко Времени Чтобы Прерваться На музыку Немножко Передохнуть Несколько Композиций Сейчас вот Хотелось бы У тебя Спросить Что именно Послушаем Один Шторм Система падения Что больше всего Подойдет Под Сегодняшний диалог Скажем так Ну давайте Если мы говорим О том Что некоторые Такие подводные Упреки Пролетели Что я Может попробуйте Песню в другом стиле Мне кажется Песня один Даже после Акустического альбома Это для меня Эксперимент По моему Это абсолютная Поп-песня Такой Стилизации Семидесятых В плане Гитарных Гитарных Наверное Давайте С нее Туда И начнем Все больше Триного Рябин Да Друзья Завершающие Вопросы Будут у нас Уже После Данной Композиции Ну и Я напоминаю Номер Эфирной Аськи 68 56 3 Наряд 2 Наш Твиттер Рок Портал Нижнее Подчеркивание EQ И по-прежнему Анализирую Принимаю Ваши Сообщения В тему Во встрече В социальности Вконтакте Которая была посвящена Данному интервью Как видите Не все Вопросы Умещаются Да У нас Но Я Думаю Что с Достаточной Открытостью Группы Группы Дефорум Можно будет Впоследствии Еще Сергею Также задать Эти вопросы И если у него Будет время Он на них Сможет ответить Да Ну что ж Слушаем музыку И возвращаемся В эфир Сможет ответить 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 Вечер добрый всем нашим слушателям. В эфире радиоэквилибриум, лилия кометов имена, и у нас сегодня в гостях лидер группы Deform, Deformator. Мы беседуем на протяжении уже где-то полутора часов. Сергей отвечает на ваши вопросы, и данный выход будет завершающим. Мы все, что успеем, озвучите из тех вопросов, которые нам поступили. Очень много вопросов поступает по поводу концерта. Уже ты упомянул о том, что есть некоторые перемены в составе. Спрашивают, кто будет, что будет, какие будут песни. Задавался вопрос по поводу того, играются ли композиции с первых альбомов. Я думаю, что какой-то полный ответ на все эти вопросы. Немножко такую характеристику концерта, который состоится уже меньше, чем через неделю, уже в это воскресенье, вполне можно сейчас дать. Да, я понял. Вот смотри, сейчас вносится последнее изменение в плейлист. Будет порядка 30 треков, как я уже говорил. Мы охватим абсолютно весь материал, особенно с альбомом «Мертвая романтика». Я в предыдущем пресс-релизе обещал, что мы выйдем сначала с новым составом. Но здесь добавился наш клавишник «Анцифер», который решил принять участие в концерте. Поэтому мы решили сделать именно первый блок. Это будет как раз на барабанах Александр Фрост, СС, первая гитариста, цифры, клавиши. И вот наш новый басист, который сейчас у меня в новом составе играет. Мы сделаем большой сет. И участие также бэк-вокалистки «Лизбек Мюнс», который будет исполнять с нами где-то две или три песни с альбомом «Мертвая романтика». То есть первый блок начнется именно с истории первого состава. Так будет, думаю, более честно. Затем к этому составу добавится вместо СС «Анцифера» гитарист Стас Шоумай, с которым мы сегодня работаем. И третий блок – это будет уже прежний состав, который покинул меня в 2012 году. Это «Остров», «Маятник», гитарист Влад, Артемий Врагов. И все они исполнят композиции «Периода дети телевизора» и альбом «Танцы для информации на все время». И завершающим четвертым блоком будет опять песня с новым составом, где, возможно, будет больше новых композиций. Возможно, даже одна, которую еще не слышали. Я надеюсь, что мы ее, если даже не будем играть, то выложим ее хотя бы в числа 13-14. Она называется «Слезы диктатора». Такая достаточно романтичная композиция, лиричная, точнее. И, наверное, как раз соответствует стилистикой альбома «Мертвый романтик». Хотя бы я так считаю, там, что у вас в головах, я не знаю. Вот. Такая вот ситуация. И, наверное, может быть, у меня сейчас вот здесь такое ощущение, что нужно выложить все-таки плейлист. Прямо с расписанием печен, выходом состава. Чтобы люди понимали, на что они идут, как им распределить время, сколько им пребывать в клубе. Успеть на электричку, если кто-то едет из других городов. Я думаю, что если мы начнем хотя бы в 7.30, где-то 30 треков, мы за 2-2,5 часа отыграем. Потом, значит, соответственно, автографы. И получится больше. Я обещал ответы на записки, но если я буду со сцены отвечать на записки, я думаю, что концерт очень сильно расценится. И, к сожалению, это навредит приезжим, которые могут спешить на транспорт, чтобы вернуться в свои города. Вот. Ну и, конечно, воскресенье тоже день весьма такой, наверное, сомнительный отчасти. Для тех, кто едет издалека, потому что отлично не работают, приезжают, что они не выпьют и так далее. Ну, как бы, знаете, могу всего учитывать. Потому что, когда русские люди, можно выпить и всегда, если что. Вот. Что касаемо от бывших участников, да, вот друзей, которые могли бы еще довершить, так сказать, шоу, группа «Девала» и группа «Семантика», вот они, тяжело, не смогут принять участие. Но кто-то гид, я думаю, будет в зале, и мы обычно приезжаем. Вот. Это относительно концерта, значит, вот такая ситуация. Хорошо. Хорошо, спасибо. И мы тогда возвращаемся к вопросам, которые поступают к нам. Был интересный вопрос, который действительно мне показался интересным. Чеширский Кот спрашивает, никогда не думали перевести песни на английский и поехать в западное турне? Ну, по поводу западного турне ты уже отзывался. Вот. А по поводу, действительно, вот перевода песен, исполнения их на каких-либо иностранных языках. Да, все правильно. Уже в 2007 году был такой опыт. Мы когда делали альбом «Гламура», ну, единственное, там была переведена одна песня полностью на английский язык, правда. Точно по тексту. Это песня «Одна великая ложь» One Solid Line, она там, One Solid Light называлась. Вот, она есть на английском «Танцы для информации нации» и «Гламура». Вот, такой опыт был. Но потом почему-то это переводчик куда-то делось, и я решил эту идею, в принципе, не развивать, потому что, ну, незачем, по большому счету. Может быть, конечно, вот сейчас уже с высоты 10 лет и стоит, наверное, как-то ориентироваться на Запад, но вы сами понимаете, что не вложишь деньги большие, и ты никуда не поедешь. То есть, до Украины в таком случае добраться проще, чем ехать в Америку на фестиваль или еще что-то. Нужен менеджмент, нужна правильное техническое распределение сил и ресурсов, нужна дирекция. И чтобы этот день не мощно все работало, и клокота, он только в моей голове, как бы, ну, не вокруг. Поэтому сейчас я не очень хочу этим вознадачиваться, но опыт такой уже был, как бы, и он не подставляет особых сложностей, по большому счету. Я имею в виду с переводом песен, и так далее. Но, по-моему, это как-то не на месте очередное, которое я уже устал. Вот. Тогда ездим дальше, возвращаемся к нашей теме ВКонтакте. И, соответственно, тут такой от пользователя с ником, вернее, с именем, ну, наверное, и то, и другое вместе, Валера Фанат. Немножко тоже такой общий вопрос, мне кажется, такой добрый вопрос. Как вы вообще относитесь к таким понятиям, как семья и дружба? Ну, естественно, вам даже, наверное, преступник закоренел и скажет, что хорошо он относится к семье и дружбе, потому что даже у плохих людей есть друзья, и это, кстати, очень страшная тенденция. Вот. Отношусь хорошо при всей банальности. Верю в все семейные ценности, верю в семью, верю, что это оплот для мужчины очень серьезный. Может, про женщину и говорить нечего, потому что она создает эту семью в себя, все возникает из-за женщин. Вот. Но я считаю, что семья, как, например, там, горные лыжи, это не для всех. И, наверное, все-таки творческий человек по-настоящему, опять, такой там фанатик. Он, наверное, не всегда хорошо уживается в этой семье как в своей, так и в родительской. Вот. Поэтому здесь я себе оценку хорошо тоже поставить не могу, потому что вообще. Вот. Что касается дружбы, ну, если честно, то сегодня я так дружу немножко цинично. То есть я дружу с теми, с кем я общаюсь по своей занятости. То есть я редко себе могу позволить там встретиться с друзьями. Хотя такое тоже бывает, но в основном я бы не рубился за то, что я умею дружить и ставлю там дружбу выше всего остального. Это же название, в первую очередь. А люди, они всегда разные. Вроде так дружишь дружь, а потом смотришь, он там за спиной про тебя что-то говорит. Так, вроде друзья, ну, ничего страшного. Но просто это вся правда за спиной, она может поразвать, ударить, среагировать и так далее. Поэтому я вам советую дружить аккуратно и не дружить с кем попало, в первую очередь. Особенно благодаря контакту. Потому что маньяков, уродов и придурков в этой середе хватает, там, слыши, хорошо. Просто, мне кажется, в этом возрасте, когда люди себя чувствуют одиноким, одиноко, по-веросковому, внушескому, они из-за своих комплексов готовы себя подарить фактически любому. Во всех отношениях. Док к сексуальному, просто дает свои секреты, пустить кого угодно в квартиру. Не заморачивайся, присмотритесь к людям, выбирайте людей по физиологии, физиогномике, вплоть до национального призрака, если у вас есть какие-то у вас там относительно антропологии и познания, я считаю, что это тоже важно. Поэтому бить себя в грусть, что там семьянин и дружу совсем не буду. Для этого не нужно. Надо быть аккуратным. Спасибо. Тебе спасибо, Сережа. Ну и, соответственно, да, есть вопросы. Спрашивает тот самый. Здравствуйте, Сергей. Если не секрет, у вас нет в планах записать пару треков совместно с какой-либо группой? Да, вот сейчас появилась композиция «Олимпиада», которая написана, ну, скажем так, не только в масть, ведущая Олимпиаде, потому что речь как раз о ней пойдет о Олимпиаде 80-го года, когда был прорыв Запада, когда умер Восоцкий в июле, тогда проводилась Олимпиада. Очень хотелось ее записать с каким-нибудь женским бойким вокалом. В принципе, предложил вокалистские группы «Слот» на фестивале, когда мы виделись. Но отослал песню уж месяц назад, она пока мне ни друзей не добавила, ни ответов, ни приветов. Не знаю, может быть, она просто не появляется на странице, но пока вот это все зависит. Так что такая песня уже есть, ее достаточно вменяемая демо, я ее удерживаю, чтобы не выложить пока в контакт. Ну, работаем над песнями, и до этого, я думаю, будут. А потом не забывайте, что на альбоме «Дефармакратия», как и на альбоме «Доминанта» будет куча всяких фэмбэков. Женских, в частности, это будет несколько песен, опять же, «Солизбит юз» записанных. Недавно она принимала участие также в записи новой композиции «Слез диктатора». Так что, дуэтов, грубо говоря, как таковых я не боюсь, но только это будет, скорее всего, не дуэт, это будет участие в песне. Наверное, можно сказать, что это не будет какой-то вокал или какие-то идущие линии. Но очень надеюсь вот эту олимпиаду сделать хотя бы через месяц, через два, показать аудиторию уже. Более скоро это будет более актуально. Но песня-то сразу горе-провокационная. Ну, в рамках, опять же, приличия. Она будет непонятна многим людям. И многих, наверное, кажется, как, наверное, немножко заденет. Хотя, не знаю. Вот так. Сатарикон спрашивает следующее. У меня такая ситуация в жизни, когда меня достает все, я слушаю грустную депрессивную музыку. Часто в плейлист попадают такие хиты, как «Коми земли» и «Мертвая романтика». Скажите, какая история написания данных песен? Ну, и заодно песню «Лунный парк». Связана ли она с США? Ну, с США все связано, к сожалению, сегодня у нас. Что касается «Коми земли», музыку написал тоже не я. Гитарист такой одной группы, не буду называть ее. Он мне просто ее подарил в обмен, скажем так, на мою гитару. Вошборн, модель Мады Аксилис такая у меня была. Он меня привел в группу, как раз вот в Афро, где мы начали эту песню уже как бы делать. Он написал музыку, я написал текст, пока ехал из института на трамвай до дома. Вот, потом его подрихтовал, мы сразу на первой репетиции сыграли ее. Вот приблизительно была подоплека такая. Я тоже туда жил в достаточно депрессивном состоянии, было много пьянства всякого, каких-то разочарований, влюбленностей, несторонних движений, как я могу говорить и так далее. Что касаемо «Мертвой романтики», я в свое время как бы был какой-то компанией, где была стриптизер, что ли, проститутка, которая набралась и сказала, «Семь же, а напиши песни про меня». Вот, но я как-то не серьезно к этому отнесся, но почему-то, придя домой, я написал вот эту песню, как ни странно. Вот, я не знаю, почему так получилось, я действительно понял, что там мы совсем разные люди, несмотря вот эту песню про меня, вот в этом духом состоянии, как-то меня это топнуло, в каком-то смысле. Ну и стилистика какого-то, вернее, содержания этой песни, в какую-то смысле, наверное, отражает вот эту конкретную ситуацию. Так, «Лунапарк». Ну, значит, все связано в США, безусловно. Помню, как я эту песню написал, когда смотрел «Дом-2». Мне бы что-то предстояло, сколько-то змеинец, террариум, а потом, если говорить о связи с США, первые реалити-шоу в США были уже в 48-м году, а придумания они были, насколько я знаю, Геббельсом еще в 34-м, в 3-м рейте. Поэтому мы сегодня хаваем и германскую, и англо-саксонскую политику, всю через шоу-бизнес по сей день. Поэтому, скажем, о том, связана ли песня «Лунапарк» с США, думаю, да, вот эта привозная ярмарка. Все же началась с «Ликки Маусов», с «Волта Диснея», с рекламы парков, вот этих вот, правда, не будильник еще в конце 80-х пригорбачивая. Так что, в каком-то смысле, я захотел, чтобы это все рухнуло. То есть, мне не нравится навязываемая система. Ну, это как бы захотелось, чтобы все рухнуло. Я разрухку, конечно, не люблю, не приемлю, ни в коем случае ее со своей стороны не буду допускать. Но иногда хочешь, чтобы просто все накрылось то, что тебе не нравится. Вот, наверное, песня об этом, в принципе. Хорошо. Хорошо. Следующий вопрос. Спрашивает Сударь, где вы научились так красиво и грамотно говорить? Или это врожденный дар? Ну, не знаю. Я просто учился в литературном классе. Мама у меня не дура, отец, соответственно, тоже с хорошим образованием. Вот как-то все это наслоилось. Пришлось, приходилось читать, в принципе, новую художественную литературу просто из-за того, что заставляли. И, как бы, ну, давай-то сильно позорили. То есть, не там, прям, в школе. Поэтому, как бы, после, закончив школу, и институт, тем более, я очень долго ничего не читал. Ну, как бы, какой-то период, там, охоты или дна. То есть, я прям совсем хотел, чтобы мои мозги отдохнули, заниматься только роком в этом плане. Может быть, что-то, как бы, навеяло, вот, оттуда все это идет. То есть, интеральное воспитание. Но я не могу сказать, что я был хорошим учеником ни в школе, нигде. Возможно, думаю, что это какой-то дар определенного дарного просветления, которое я получил на, опять же, определенном витке своей судьбы. Это где-то, наверное, лет 25 мне было. Мне село на голову голод, и я как-то, у меня мозг вскрыло. Не знаю, почему. Это произошло в мой день рождения, как раз, в 25-й. А по многим духовным канонам, как раз после 25-летия, люди становятся, имеют возможность становиться учителями, миссионерами. Поэтому эта идея миссианства, как миссии, была озвучена мной вот этой брошюре. Я действительно знаю, что я могу сделать много словом, которые обязательно прирастают в дело, пока оно прирастает в дело только в музыку. Хотя мне не всегда нравится мое интервью, потому что я очень быстро иногда говорю, как это Альяшка, и у меня заплетается язык. Ну, заплетает язык просто потому, что она заплетается, не потому, что я подмухаю и так далее. Поэтому я не всегда доволен с вами интервью, и практически никакой из них не смотрю. Но наше прошлое мне очень понравилось, по большому счету. Я там все, наверное, сказал по делу, несмотря даже на то, что убегал периодически какие-то коридоры тематические. Ну вот. Спасибо. Спасибо, это очень приятно. И, к сожалению, да, вот данное интервью, оно же семимильными шагами подходит к концу, и очень многие задавали такой, ну, достаточно стандартный вопрос, от него никуда не деться. Я думаю, что, скажем так, этот вопрос будет такой завершающий, а потом будет еще один вопрос, такой некая ПС. Просто он меня очень сильно порадовал, вот, сдала его девушка. Но я не буду сейчас пока все карты раскрывать. Ну вот. А вопрос, который, ну, само собой часто задают, это вопрос о планах. И сегодня об этом много, безусловно, говорилось, но под завершение так немножко подытожить, может быть. Ну что, в первую очередь пишу альбом. Ну, 8-9 песен еще барахтаются в моем организме, чтобы, ну, готовые, так сказать, их выплеснуть. Но многие песни отписаны уже в демо. Часть песен отписана уже, как бы, на чистовую. То есть после «Слез диктатора», я думаю, будет песня «Алубиоз». Тоже такая очень философская вещица получилась, при этом и лиричная. Которая как раз нам больше понравится аудитории, не только которая лирику любит, но это городской, который еще больше философских компонентов. Особенно те, кто интересуется лидическими всякими практиками или просто конфликтом с миром, человеку, у которого есть что-то внутри. Вот. Ну, и, конечно, песня «Алубиоз» посвящается всем, кто ушел, по большому счету. Патим, так сказать, за эти годы. Вот. По поводу клипов я пока ничего не могу сказать, хотя есть идеи разных видео. Я все равно продолжаю что-то снимать у рыбками. Просто концепция сейчас съемок этого видео более примитивная. Все снимается на хороший фотоаппарат. Или какие-то там посредственные камеры немного. Но при этом в голове складывается определенная идея такого такого фильма и DVD. К десятилетию как раз. Я думаю, что этот DVD раньше, через год, пока тоже не выйдет. Несмотря на то, что он будет как юбилейный. Ну, не будем на этом заморачиваться. Вот. Очень бы хотелось по этой туре, хотя бы по весне. Очень надеюсь, что весной будет презентация альбома «Доминанта» в Москве. И, возможно, там каких-то других, столичных или не столичных городов. Вот. Ну, пока вот так особо хвастаться нечем. Единственное, что могу сказать, что скоро на небезызвестном рок-н-ролльном радио куда так трудно попасть. Это у нас, в принципе, практически одно. 29 октября будет живой эфир. Надеюсь, будет, если ничего не отменится. Тем не будем играть 12 песен. Будет интервью, о чем мы вас опоместим. Баннерами, рекламными, всякими делами. Я очень попрошу, конечно, аудиторию следить за материалами. Очень, конечно, тяжело, когда вы задаете каждый раз одни и те же вопросы, когда я случайно вылезаю в контакт. Следите, пожалуйста, за нашими ресурсами, и там вся информация будет и о турах, и о концертах, и о предстоящих планах, которые вас интересуют. Спасибо вам огромное за внимание. Все ждут на концерты. Ну и тот самый ее вопрос, чтобы мы на чем-то прям очень позитивном завершили. Тая спрашивала, что вас радует в жизни? Для меня, на самом деле, сама жизнь, по идее, радует. Радует мир, несмотря на то, что для меня выглядит в таких немножко темных красках, или, по крайней мере, кажется, что я таким подаю. Я получаю огромное удовольствие, на самом деле, от искусства. Не знаю, может быть, это какой-то, да, нерашатный психики, но вот я очень часто плачу, когда вижу меня, скажем так, по телевизору, да, или что-то читаю, там, в театр, или какая-то вот такая ситуация. Плачу, когда соприкасаюсь с истиной, с истиной в искусстве, с трогательной какой-то ситуацией, когда человек преодолевает себя, или когда один помогает другому, например, в какой-то сцене или в чем-то. Раньше меня эти вещи не трогали, с возрастом это как-то стало острее, что ли, я не знаю. Вот искусство меня радует. Я считаю, что это главный такой конек вообще человечества, главный подарок, возможно, и даже дьявола человеку. Потому что все-таки, если брать мифологию, играть на музыкальных инструментах научили, все-таки люди далеко не бегали, скажем так, силой. Вот. Но искусство все равно, оно уже сегодня очеловечено очень сильно, и в нем очень много божественного при этом. И вот если вы ухватитесь за хвост этой кометы, так сказать, то я думаю, что у вас у всех все получится, чем его не занимали. Садовый огородник, военный или там, тем более, музыкант. Вот от искусства я получаю удовольствие. И слава богу, что миссионеры от этого искусства в России, в Краме, рождались пачками. И именно в прошлом я живу, смотрел этот материал, следа советской кино. Я не имею в виду черно-белых, где-то трещит там, на Вильгенштейна. А вот фильмы 70-х годов, где ставились правильные вопросы относительно мужской, женской, семейной психологии. И заметьте, фильмы малобюджетные. Все снятые на кухнях, на квартирах, там, и так далее. И все есть при этом. И где поплакать, и где посмеяться. Сегодня этого нет. Сегодня два-три актера топовых, которые играют везде, пока какашка летит по водосточной трубе, там, или еще где-то. Все очень круто, конечно, там, спецэффекты. Но, по-моему, за этим ни хрена не стоит, к сожалению. Вот так вот. Ну что ж, у нас осталось время еще для тоже одной такой традиции. Это не вопрос. Вопросы у нас на сегодня закончились. Это пожелание нашим радиослушателям от гостя. И небольшой отзыв о сегодняшнем вечере, о данном интервью. Так что я тебе слово предоставляю. Ну, начнем, наверное, сразу с хорошего. Что мне, опять же, как и прошлое интервью, очень понравилось с вами. Потому что все очень легко, так просто. И очень своевременно для меня. Потому что я искал, с кем бы мне сделать интервью, чтобы не разговаривать себя сама перед камерой. Потому что мне это очень трудно. И, ну, это такая провальная штука. Я, как бы, знаю это и хочу сказать всего много, но самому себе этого не скажешь. Потому что от самого себя уже, в принципе, устоешь. По большому счету. А здесь вдруг такой прям подарок судьбы. Тем более, что мы, как раз об этом интервью договорились еще в июне, насколько я помню, на одном из фестивалей. Спасибо тебе и всем, кто тебе помогает. Что касаемо аудитории, что-то, вот именно что сказать напоследок. Что-то я думал о том, что хотел сказать, так очень много всего. Но думаю, что звучали уже какие-то напустые, да, с моей стороны, по поводу того, чтобы выбирали себе правильно друзей. И самое главное, не велись на все вот эти вот политические грязные штучки, там, связанные там со скандалами Пусси Райт, там, да, а в этот момент вы видите, как девушку за самооборону сажают на три года, и вы не видите, что вас просто разводят, как кролик. Просто ставят две новости рядом, и вы отклоняете в ту, где больше жареного. А при этом не видите, где творится несправедливость, и за нее не хотите бороться. Это очень важно для молодых. Очень желаю вам не быть дураками, потому что, к сожалению, в этой среде, в среде интернета, я имею в большей степени, очень много глупых и незрелых людей, чье мнение может испортить не только настроение автора песни там или чего-то еще. Оно, в принципе, может испортить и вам судьбу, если вы откликнетесь на это мнение, будете считать так же, не сделав свой собственный вывод. Сегодня время, когда якобы показывают мнение всех людей вот в интернете, да, но разве можно принимать мнение всех людей за какую-то правную точку, если ты смотришь на человека, то пустой, человек еще ничего не сделал, еще ничего не знает, а он уже делает свое. Это мое мнение. Тогда сиди с своим мнением ровно на попе. И как бы не надо засирать эфиры. И я очень жестко к этому отношусь. И мне аудитория много ставит мою жесткость в минус, потому что не человек, вот как вас так, вы обижаете. Я вместе с вами на метро езжу, вы даже не знаете, что я за спиной у вас стою. Я не вижу смысла здесь, если не пить из-за меня какого-то звездного героя, который не может послать вас на три буквы. Вы перестаньте. Вы это делаете каждый день. Маньяков полно пишут, не придурков. Никто от этого не застрахован. Но очень радует, что пишут и хорошие люди, и больше. Как я вижу, было больше хороших людей в метро. И несмотря на то, что я все-таки преследую несколько другую философию более темную. Я верю в человечество, верю в людей, верю, что нас породили боги. И когда-нибудь у нас всего этого дерьма выберемся. Вот чего я и вам хотел бы посоветовать, по крайней мере, если бы пожелать. Вот так вот. Спасибо. Спасибо, Сереж. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Друзья, у нас осталась еще одна композиция, которую мы и послушаем. Это «Система падения». Пару слов. Песня, собственно, которую собирал где-то начали двух или трех лет. Сначала появился припев, потом какие-то найгрыши. Если честно, я не знаю, о чем эта песня в принципе, потому что, наверное, вся солевая название, которое еще и, наверное, к моей философии тоже можно применить. Я описываю как раз «Систему падения». А эта песня, в ней немного текста, потому что получил какой-то даже более попсово-рэперское, что ли, не знаю. И текст здесь, скорее, основан на чувственных ощущениях поэта, который созерцает развал эпохи, закат времени. Я не знаю, как это сказать. Это очень такая чувственная песня. В ней не так много идеологии, как могло показаться. Я люблю такие песни. Я считаю, что она абсолютно соответствует стилистике и артуромантике. Это самое главное. Ну что ж, послушаем. Да, еще раз большое спасибо. Я очень надеюсь, что ты у нас не в последний раз в гостях. Обязательно будут еще проекты, которые уже делаются моими коллегами, где они также будут очень рады ждать тебя на волнах Радиоэквилипрем. И еще раз благодарю всех слушателей. Друзья, прямые эфиры у нас каждый день. Следите за расписанием. Я думаю, что если вы узнали об этом интервью, то знайте, как нас слушать и как нас найти. Не буду тратить на это ваше время. С вами была в том числе и Лилия Кометов-Имена. Ну что ж, всем доброй ночи и всем замечательного, счастливого завтрашнего дня, который уже, можно сказать, наступил на европейской части России, о чем сообщают мне мои часики. Спасибо. Берегите себя. Берегите себя и спасибо за интервью в шампу. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, я лезу вверх, как прежде падая вниз, порой теряя контроль, смы исполняя каприз. И в летельной темноте я вновь рождаю слова, где правит та и система, что свела с ума. Где бал общественный строй, пускай проляжет строка, но обещают тут рай, всем не опознавшим греха. Биение наших сердец пустает ритмом стиха, ты лучшая из систем для падения. ПЕСНЯ 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 Я выставляю ряды из утомительных фраз, под небеселым дождем идет словесный парад. Из всех известных планет тоскует только одна, где лучшая из систем для падения. ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok